Приветствую вас, вы совершенно ясно писали проблему, описали свою проблематику, вот, что в общем весьма хорошо, потому что вы понимаете, в чем заключается ваша трудность, но, но, вы пишете, совсем не знаю, как поступить, как поступить, чтобы что, Анна? Понимаете, нерешительность в первую очередь связана, да, с восприятием себя, со своими чувствами, со стенкой, как сказала коллега, с недоверием к самому себе, самооценкой и так далее. Это понятно, но, если этим вещам вам нужно учиться, то эти вещи, то эти вещи являются тем, с чем вам нужно учиться обращаться, учиться открывать в себе, то без чего точно не получится обойтись и что, и что абсолютно точно может быть вам понятным, именно понятным, прямо здесь и сейчас, это цель, то есть простое целеполагание. Что вы хотите? Вот у меня, например, сложилось такое впечатление, что вы не хотите встречаться с друзьями, потому что, ну, встречать Новый Год, я имею ввиду, с друзьями, потому что вас попросили родители, вас просто попросили родители с ними провести Новый Год. Я могу ошибаться, я могу быть не прав, я не претендую сейчас на какую-то истину или что-то еще, но мне так видится, мне так видится, что просто, ваши родители попросили вас с ними посидеть, и вы считаете, что это, как бы, ну, более важный момент, чем друзья. Вот, это первое, то есть как поступить, чтобы что. Второе, друзья вам резко, получается, стали неприятными. Что-то произошло, что-то случилось, хорошо, об этом можно поговорить, это можно исследовать, это можно обсудить. Я считаю, что вы в некоторой степени правы, говоря о том, что людей кидать не очень хорошо, это верно. Но, если вы будете себя пересиливать и встречать Новый Год из чувства долга с определенными людьми, то вашей друзьбе, скорее всего, придет конец. Поэтому вам более, наверное, конструктивно будет попробовать сделать все от себя зависящее, чтобы эти люди перестали вам быть неприятными, для чего необходимо искренне и откровенно с ними поговорить и выразить чувства свои. Не отказывать им, например, во встрече Нового Года вместе, а рассказать о том, что вы чувствуете. Рассказать о том, что вам неприятно, поделиться чувствами. А дальше уже будет мир. Тут надо сказать, что в вашем тексте есть некоторое противоречие. Вы пишите, что я стараюсь избавиться от своей нерешительности. От нерешительности не нужно исправляться, ее нужно раскрывать. За нерешительность стоят ваши неразрешенные противоречия, ваши страшные проблемы, которые нужно раскрыть. Нерешительность свидетельствует вам об этом. Если вы избавитесь от нерешительности, то вы не перестанете замечать свои проблемы, и они будут сильнее на вас влиять и давить. Дальше. Представьте, что передо мной стоят вопросы, правильно ли я делаю. Здесь еще одно противоречие, потому что решительность не ставит вопрос, правильно ли я делаю или нет. Решительность ставит вопрос, делаю ли я так как хочу, если кому-то от этого прямой вред и польза. Прямого вреда от того, что вы отказываетесь встречать Новый год с друзьями, нет. Наоборот, это достаточно честная и откровенная позиция, которая позволит друзьям как-то скорректировать свое времяпровождение, чтобы не остаться разочарованными в этот праздник. Все. Понимаете? Так что, пока вы думаете правильно, неправильно вы поступили, решительности у вас прибавляться не будет. Это первое. Второе. Решительность не нужно путать, не нужно путать решительность с фанатичностью, с последностью, с поверхностностью, с фонтанностью излишней. Да? Решительность – это уверенность человека в том, что он делает. Но это не путь по головам. Да? Поэтому здесь тоже необходимо соблюдать двойственность. То есть, к чему вы стремитесь? Что для вас решительность? Правильно ли адекватно вы или вы ее понимаете? Правильно ли вы видите значение этого слова? Понимаете? Какая штука. С этим тоже нужно разобраться. Так что, вот примерно так можно вам ответить. Дальше. Вы пишите. Боюсь постоянно обидеть других людей. Вот как вы считаете, может ли хоть кто-то обидеть кого-то другого, если мы не говорим про прямые агрессивные действия? Просто подумайте об этом. Как это происходит? Как происходит процесс обиды? Самый банальный пример, когда человек говорит о чем-то, и другой внезапно, значит, ну, меняется в лице, ему видно, что ему неприятно, он начинает вас, допустим, чем-то обвинять. Я уверен, что у вас такие ситуации были. Вот подумайте об этом. Как этот процесс происходит? И по какой причине вы считаете, что вы способны кого-то обидеть, если речь не идет, повторюсь, о прямых агрессивных действиях? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.